Когда мечта становится реальностью, с начала года уже 148 претендентов смогли доказать состоятельность своих бизнес-идей и получить гранты на их реализацию. До конца года желающие могут успеть воспользоваться выгодной поддержкой государства. В рамках третьего потока планируется выдача еще 55 грантов. Ирина Вобещевич побеседовала с теми, кто уже, таким образом, развивает свое дело. За ногу. В этом кабинете идет сейчас индивидуальное занятие по особой методике. Кристина Вороновская использует обучающую программу и биотерапии, которая позволит приобрести отсутствующие навыки особенному ребенку. Занятие проводится на казахском языке. В этом году Кристина решилась открыть кабинет, хотя давно об этом мечтала, но не было средств. Помог осуществить мечту национальный проект по развитию предпринимательства до 2025 года, а именно грант в размере 400 МРП или 1 миллион 380 тысяч. Я закончила факультет философии и психологии, так как у меня родился особенно ребенок, и я много искала информации в этом направлении. Мне пришлось самой переобучиться, самой пройти множество курсов, чтобы как-то помочь своему ребенку. Мне пришла такая идея, почему бы мне самой не открыть такой кабинет. Девушка узнала о программе именно тогда, когда желание воплотить идею было особенно сильным. Ей предстояло пройти основы предпринимательства «Бастау Бизнес», что делается онлайн, составить бизнес-план и подать его на рассмотрение. На полученные деньги Кристина купила все необходимое – от оргтехники до оборудования для сенсорной интеграции, адаптивной физкультуры и много всего еще. А это танец в исполнении девушек танцевального коллектива «Асылым», художественный руководитель Акерке Зухарай. Акерке и сама прекрасно танцует, занималась шести лет в школе искусств, но однажды решила сделать это еще и своей профессией. В репертуаре танца народов мира, ну и на первом месте казахские, проведение традиционных обрядов. Самым затратным оказались костюмы. До этого тоже участвовали в разных конкурсах, грантах. Вот в этом году я выиграла и дальше уже шила новые костюмы. На полученный грант в размере 1 миллион 380 тысяч ченге изготовили костюмы и сразу дело пошло. Коллектив стали приглашать на различные мероприятия. Обряды казахские, устаревшие, которые нынешнее поколение не знает, можно сказать. Мы хотим, получается, возобновить, модернизировать, новшество, получается, внести туда, то есть свою ленту. В коллективе 10 девушек. Все они теперь любимые хобби сочетают с получением дохода. Это шапочка, саукеле, казахского национального стиля, ою, вот эти вот, называется, тин. Вот это вот все, жилетка, конзон называется, и платье. Казахский костюм отличается своей яркостью. Коллектив также является частым гостем на различных благотворительных мероприятиях. А все это стало возможным благодаря тому, что молодые предприниматели смогли получить грант и воплотить мечту. Только в этом году государством выделено 263 миллиона 580 тысяч тенге для предоставления 191 гранта. На сегодня одобрено 148 проектов. Среди них такие, как производство одежды от повседневной рабочей до в этническом стиле. Кто-то занялся производством мебели. Запущен цех по изготовлению фасадной термопанели. Открыт автосервис и не одна кондитерская. Есть типографии и много всего еще. В рамках тресива потока намерены до конца года выдать еще 55 грантов. Подает заявку онлайн через портал бизнес-сенбек. Там им проходит автоматическую проверку на соответствии условиям. Таким как наличие социальной категории. Это получатели адрес социальной помощи. Хандасы, переселенцы, многодетные семьи, инвалиды. Потом лица, воспитывающие детей инвалидов. И лица, получающие посолью по потере кормилица. А еще нужна категория занятости. Безработные, либо ИП до трех лет. Прием заявок продлится до 22 сентября. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5 канал.